Привет! Сегодня поговорим про жизнь здесь и сейчас. Наверное, возникает вопрос, как будто я не живу здесь и сейчас, а где я живу? Для того, чтобы понимать, где ты сейчас находишься, здесь и сейчас находишься или живёшь в прошлом, а может быть в будущем, нужно окунуться в исторический факт. Много лет из поколения в поколение мы живём по тому шаблону жизни, который нам диктуют. То есть мы свято несём те знания, которые нам навязали. Нам нужно обязательно закончить институт, начать работать, работать всю жизнь на одной работе, завести семью, родить детей. Но на самом деле, правильно ли это для вас именно? Вы ни разу себе этот вопрос не задавали. И тогда, когда человек проживает не свою жизнь, он всё время живёт в ожидании. Например, женщине сказали, что она должна стать мамой, а она всю жизнь мечтала, например, о сцене, стать артисткой, актрисой, певицей. И вот когда у неё теперь есть дети, семья, какая-то стабильность, может быть, работа, она живёт в ожидании. Когда вырастут дети, когда закончится нелюбимая работа, и наступит пятница, когда её мужчина начнёт одаривать её цветами, потому что она так хотела стать той актрисой, о которой мечтала, но ей не стало. И жизнь проходит в ожидании. Таких историй очень-очень много. Но на этом жизнь не заканчивается. Где бы вы ни были, где бы вы ни находились, ни место, ни ваш возраст, ни история, ни география, ничего не определяет вашу жизнь. Только вы сами решаете, что делать со своей жизнью. Эта тема очень глобальная, очень глубокая. И если нужен для неё отдельный подкаст, обязательно напишите в комментарии. Но именно к этому подкасту это было предисловие к тому, почему мы не живём здесь и сейчас. Здесь и сейчас у вас есть определённые условия. Может быть, у вас есть семья, дети. Может быть, у вас есть крыша над головой, что, скорее всего, какая-нибудь есть машина, работа, коллеги, есть друзья. Вы встречаетесь, проводите вместе выходные. У вас есть самое главное – это руки, ноги, голова, которая соображает, глаза видит, уши слышит и так далее. С чего нужно начать жизнь здесь и сейчас? Нужно начать с благодарности за то, что у вас есть. В конце концов, то, что у вас есть – это ваш выбор. Это вы вышли замуж или женились за этого человека. Это вы хотели детей. И у вас есть ровно то, что вы для себя выбирали до сегодняшнего дня. Даже если этот выбор на сегодняшний день вас не устраивает, оно у вас есть. И нужно начать с того, чтобы поблагодарить за всё, что у вас есть. Это уже одна из практик, которая очень важна в нашей жизни для того, чтобы прожить плодотворную, успешную, богатую, счастливую жизнь. Но чтобы понимать, для чего эти практики нужны, давайте разберёмся с тем, зачем вообще жить здесь и сейчас. Мы живём, как будто никогда не умрём. Не помню, кто сказал эту фразу, но она отчётливо показывает реальность. Когда мы вспоминаем прошлое и переживаем за это прошлое, за то, что не сделали, или сделали какие-то ошибки, за то, что вышли не за того замуж, или женились не на той женщине, за то, что нарожали детей, мы не живём здесь и сейчас. Мы живём прошлым. Прошлого нет. Его не вернуть. Его не изменить. Оно было. Или если человек переживает за будущее, постоянно мы солят тему политики, что за много лет жизнь не изменилась, экономика стала только хуже, в его жизни ничего не меняется, денег не появляется, как нам жить дальше, или другой случай, когда человек работает постоянно, переживая за будущее, обеспечивая это будущее, чтобы жить в нём более радостно, более счастливее, то он опять не живёт здесь и сейчас. Он живёт будущим. А что происходит здесь и сейчас? Происходит то, что человек не замечает события, которые происходят сегодня. И этот человек обычно живёт в тревоге и в страхе. Если он переживает за прошлое, значит, он тревожится о том, чего он не сделал, или сделал много ошибок. Если он переживает за будущее, он снова тревожится, что же там будет в будущем. А будущее ещё и неизвестно, ещё и непонятно, и поэтому оно тоже страшит. И человек не живёт здесь и сейчас. В этом тревожном теле, разуме, живёт негатив. Так как он всё время находится в тревожном состоянии, он обычно негативно реагирует на окружающий мир здесь и сейчас. То есть его могут раздражать его же дети, семейное положение какое-то, безденежье, работа, его коллеги. Всё это может раздражать. Всё это раздражение переходит на внешние какие-то качества. Человек раздражается в магазине, в автобусе, в метро, в каких-то бытовых моментах с коллегами и так далее. И жизнь проходит в негативе. Здесь и сейчас она проходит в негативе. И кажется, что это только всё временно, и что это всё пройдёт, и когда-нибудь наступит лучшее будущее, и я вот тогда заживу. Когда вырастут дети, когда я сменю эту работу, когда исчезнут эти коллеги, когда у меня будет много денег, вот тогда я точно заживу. А гарантии, что в будущем будет именно так, нет. Нет у этого человека гарантии, что именно будет облегчение, когда всё это произойдёт. И когда это не происходит, то получается и будущее тоже не становится радужным. «А в это время что происходит?» Время идёт. Нам кажется, что время наступит, время придёт, а время только уходит. «А человек так и не жил своей жизнью. Мы живём всего лишь один раз. И если не жить здесь и сейчас, не радоваться тому, что есть, не благодарить за то, что я выбрал для себя в этой жизни, то жизнь пройдёт в серых тонах и абсолютно в несчастье». Если вы этого не хотите, то дослушайте обязательно подкасты, потому что прям следующим пунктом я буду рассказывать, что именно я делала для того, чтобы научиться жить здесь и сейчас. Я всё это делала на своей практике, и моя реальность действительно меняется. И действительно, это очень важный момент, момент проживания сегодняшнего дня. Во-первых, перестаньте жить в ожидании. Дети вырастут, это не значит, что станет легче. Пятница, которую вы ждали, не решит ваших проблем. Люди, которые вас окружают и бесят, они не изменятся. Просто перестаньте жить в ожидании, что когда-нибудь станет лучше. Найдите здесь и сейчас то, что есть в вашей жизни, лучшее. Например, найдите в своих коллегах, которые вас бесят, то, что в них есть хорошее. В каждом человеке есть хорошие качества. Попробуйте их найти. Пока вы не можете уйти с этой работой и общаетесь с этими людьми, найдите в них хорошие качества. И поверьте, сразу станет легче. Как мама соглашусь, что с детьми очень непросто. Но каждый их возраст, это же уникально. Не будет уже возраста одного года, два, три, пять, десять лет. В каждом возрасте каждый ваш малыш уникален. И это время не вернёшь. Не надо ждать, когда вырастут дети, когда пойдут в школу, когда уйдут в садик. Полюбите их такими, какие они есть. Это ваши дети. И именно вы их хотели. Если вы хотите чего-то большего в этой жизни, лучше квартиру, дом, лучше машину, лучше телефон, лучший материальный мир, сосредоточьтесь на нём. Что вы можете сделать здесь и сейчас, чтобы это лучшее было у вас. Но помните, то, что есть у вас сейчас, за это обязательно благодарите. Мы обязательно будем разговаривать про то, как создать для себя лучшие материальные условия в этом мире. Это будут разные подкасты про бизнес, про деньги, про успех. Но сегодня немножко затронем и эту тему тоже. Так что дослушай подкаст до конца. Итак, второе. Это нужно перестать жить для кого-то. Да, у вас есть семья, да, у вас есть дети, вторая ваша половина. Но из всего времени нужно обязательно находить время на себя. Это очень важно. Если вы не будете находиться в состоянии счастья, то навряд ли вы можете подарить это счастье кому-то, даже самым близким людям. Поэтому очень важно тратить время тоже на себя. И когда вы будете уделять время на себя, это может быть какой-то отдых, может быть это какие-то процедуры, которые вам доставляют удовольствие. Когда вам хорошо, вы запоминаете свою жизнь здесь и сейчас. Очень важный момент, третий пункт – это наблюдать за своими эмоциями. Очень много эмоций, ресурсов, времени отнимает много людей, много мыслей, много событий, которые не несут в вашей жизни абсолютно ничего. Но они отнимают ваше время, ваши эмоции, вашу энергию. И она абсолютно ничем вам не поможет в вашей жизни. Перестаньте переключаться на тех людей, которые негативничают, которые постоянно находятся в каком-то депрессивном состоянии. Эти люди вам точно не товарищи. Они отнимают ваше только время и энергию. Точно так же касается ваших мыслей, каких-то событий, событий чужих людей, страны. Если мы постоянно мусолим наше государство, политику, экономику, то от этого ничего абсолютно ровно не изменится. Мы не должны фокусировать внимание на то, что не изменит вашу жизнь. Точно так же мысли. У нас миллион мыслей, которые не несут в нашей жизни точно так же ровно ничего. Например, беспокойство за завтрашний день. Ещё ничего не произошло, но мы уже переживаем за завтрашний день. Но этот завтрашний день, который нас беспокоит, он у нас отнимает время и энергию сегодня, здесь и сейчас. И получается опять, что мы не живём здесь и сейчас. Завтра снова наступит, и мы будем снова переживать. И за этими переживаниями, тревогами, страхами так и проходит жизнь. Вслед за эмоциями перестаньте реагировать. Если вокруг вас окружают негативные те же люди, не реагируйте на них. Это их эмоциональное состояние. Это их тревожное состояние. Это они всего боятся, ничего не делают, только обсуждают, рассуждают, и в их жизни ничего не меняется. Но ты же не такой человек. Ты не хочешь так жить. Поэтому какой бы человек ни был, что бы он ни нёс, какую бы чушь, какую бы дрянь он ни нёс, не реагируйте. Ваша реакция, то есть если он на вас поругался, например, я не знаю, продавщица в магазине вам решила испортить настроение, просто не реагируйте. Поверьте мне, вы промолчите, эмоции свои придержитесь себе, энергию оставите себе, и вам станет легче. Скажите, какой я молодец, какая я молодец, что не отреагировала на человека, который просто живёт в этих низкочастотных энергиях. Когда вы начнёте наблюдать за своей жизнью здесь и сейчас, меньше будете тратить время, энергию, свой ресурс на какие-то окружающие факторы, людей. Когда вы начнёте замечать за своими эмоциями, перестанете реагировать на то, что никак вообще не влияет на вашу жизнь, вы вдруг заметите, что жизнь здесь и сейчас не так уж и радужна, не так уж и весела, не так уж и хороша, потому что вы всё время жили то прошлым, то будущим, здесь и сейчас вас ничего не устраивало. Что нужно делать в этот момент? Обязательно нарисуйте «Колесо баланса». Можете просто загуглить. Это колесо, которое распределяется на ваши сферы жизни. Это деньги, семья, отношения, карьера, бизнес, любовь. Вот что в вашей жизни присутствует, то вы и вписываете. И по шкале от 1 до 10 оцениваете каждую сферу примерно, то есть интуитивно, где на какой цифре находится та или иная сфера вашей жизни. И что дальше с этим делать? Обратите внимание на каждую сферу вашей жизни. Может быть, все сферы будут не в лучшем состоянии находиться, но сделайте приоритет. Например, для полного счастья вам не хватает денег. Так сделайте акцент именно на этом. То есть фокус внимания. Это очень важный момент. Сфокусироваться на том, что я делаю здесь и сейчас. Когда наши мысли распылялись, эмоции, ресурсы, распылялись непонятно на что, такая жизнь ведёт в никуда. А когда мы фокусируемся на какой-то определённой сфере жизни, цели, мы начинаем действовать в сторону своей лучшей жизни. Мы уже сказали на примере, что у нас не хватает денег. Это так или иначе связано с другими сферами жизни. Например, если у вас отношения не очень хорошие с мужем или женой, и если бы вы, например, сели бы в самолёт и полетели в какое-то романтическое путешествие, естественно, ваши отношения бы стали лучше. Но тут опять приходим к тому, что не хватает денег. Поэтому делаем концентрацию внимания на том, как я могу заработать денег. Вы составляете какой-то небольшой план. Что вы умеете делать? Что бы вы могли сделать здесь и сейчас? Что можно ещё придумать для того, чтобы пошёл доход? Может быть, это пассивный доход, например, как инвестиции. Значит, что мне нужно сделать? Значит, мне нужно сесть и изучить инвестиции. У нас есть, друзья, сейчас интернет. Мы живём, когда информация в доступе любому человеку. Информации очень много. Есть как платная, как бесплатная информация. И любой вопрос, любую сферу жизни можно прокачать. Не только можно, но и нужно, если вы действительно хотите и стремитесь к лучшему разрешению ваших проблем, задач. Вообще, я не люблю слово «проблемы». Я говорю о том, что есть задачи, которые можно и нужно решать. Эти задачи будут всегда. Поэтому, когда мы живём здесь и сейчас и решаем вопросы какие-то, то мы тоже проживаем ту самую яркую, красивую, счастливую жизнь. Потому что эти вопросы и задачи будут всегда. И если про них переживать постоянно, что эти задачи решаются, их так много, так много проблем. Опять получается, что мы себя накручиваем, да, пытаемся решить эти вопросы, но в этот момент, пока мы негативничаем, решаем эти вопросы, жалуемся, жалеем себя, то мы опять не проживаем жизнь здесь и сейчас. Поэтому очень важно поработать над собой, сделать все практики, которые я вам даю, потому что я сама лично через это проходила и уверяю вас, что без этих практик невозможно прийти к успешной, счастливой жизни. Это, знаете, такой совсем небольшой этап становления, но очень важный. жить здесь и сейчас. Если честно, не знаю, дала какую информацию, потому что я постоянно отвлекаюсь то на детей, то на звонки, то на сообщения. У меня много партнёров, много разговоров. Между делами я пишу для вас подкасты и очень надеюсь, что эти подкасты для вас продуктивны и что они вам дают какую-то информацию. Времени и возможности переслушать этот подкаст нету, поэтому я его заливаю такой, какой он есть. Друзья, для того, чтобы мои подкасты были более продуктивны для вас, более полезны, мне нужна ваша обратная связь. Но то, что я делаю, я действительно практикую на себе, и это действительно даёт результаты, причём колоссальные, моя жизнь действительно меняется, меняется моё окружение, моё финансовое положение, и это только начало, чего и, кстати, вам желаю. Вот такой получился подкаст. Пока. Целую. Твоя Оля.